Можно посадить его чуть-чуть спать? Ну, это опять возвращение в север, в Соловецкий монастырь. Так, это было с 14-15 лет, по-моему, 14 век. Первое упоминание о городе Ким было в 14 веке. Ну, в 16-м была вот там, на местности, надгородская княжна, бояриня Борецкая. Ее звали еще мать-посадница, она была посадницей Советского монастыря. Вот, значит, она потом подверглась к гонениям, очень большим, на религиозную путь. Тогда были раскольнические все эти вот штуки, и происходили. Ну, новый там год, на то, что это было. Ну, короче, и она закончила жизнь очень хорошо, трагически. Владимир Цыгин поэт написал когда-то, очень недавно, еще в советское время. Потом был стихотворение, и я сделал эту песню. «Смерть мать-посадница». «Смерть мать-посадница» 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 Разбороним мы на опасность Лучше гордыми, но больными пропасть На-на-на-на-на, на-на-на-на В обесне тяжелая путь холодов Белый вечер набегает с салатых вод И легла на грудь манина и плита И распетлив сердце белого креста На пять ветрах напит на реках копьё И с чего имя брошено её На три поля, на пороне, на деды На три озера накоплены слезы На три поля, на пороне, на деды На три озера накоплены слезы И слезы дышим, разбороним мы на опасность Лучше гордыми, но больными пропасть Поехали! Поехали!